Глава. Ситуация в Иудее. «В чем, собственно, дело?» — спросит читатель. «Почему эти два ученых должны были прятаться в пещере? Откуда столько ненависти к ним у римлян? Все ли римские императоры отличались такой нетерпимостью?» Я объясню и отвечу. Для этого нужно чуть-чуть отступить, на пару шагов буквально в хронологической последовательности. До римлян были греки. Греко-сирийская цивилизация в виде Александра Македонского не сделала евреям ничего плохого, а напротив, Александр похвалил Иерусалимский храм и только удивился, мол, почему там нет его статуи. Но евреи остроумно отвечали, что дадут своим детям, рожденным в год его посещения, имя Александр. А это ведь гораздо лучше, чем какая-то бренная статуя, не правда ли? Так память о нем сохранится на века. И тот согласился. Но после него империей правили разные безумные цари, самым диким из которых был Антиох. Он вступил в конфликт с еврейской традицией. Евреям пришлось его победить и идти дальше по своему историческому пути. Маккавеи – это аббревиатура слов «Кто подобен тебе, о Всевышний?» Затем греков подчинили себе римляне. Римляне не были столь развиты и духовно утончены, как греки, поэтому всю греческую мифологию просто оставили себе, как есть, только переименовали всех персонажей. Зевса в Юпитера, Афродиту в Венеру, ну и так далее по списку. Присвоили чужую культуру, заменив лишь, кавычки, название файла, кавычки. Римляне поначалу не трогали иудею, но возник территориальный спор, помочь в разрешении которого тогдашние власти евреев неосмотрительно попросили. Ну, и римляне пришли вроде как помочь. И так нам помогли, что уже две тысячи лет все никак не расхлебаем. Началось порабощение иудеи римлянами. Иудея в результате этого утратила и свой храм, и свое самоназвание, надолго будучи переименованной в Палестину, и свою столицу, которую Адриан сравнял с землей и велел именовать Элия Капитолина. Сейчас название города уже возвращено, осталось только вернуть храм и землю. Но самое смешное в том, что сам Рим вообще не справился с фактом своей победы над иудеей, не сумел переварить того, что проглотил. Не помогло ему ни превосходство легионов, ни публичные казни, ни тотальное порабощение евреев, продажа их в рабы на галеры и в гладиаторы на арену. Сам Великий Рим вдруг сошел с ума и принял христианство. И весь Великий Рим, а за ним и весь византийский мир, добровольно отрекся от принятого, услаждавшего все органы чувств языческого образа жизни. Об этом позднее сказал Рамбам. И так же христианство имело своей целью проложить дорогу Машиаху. Но вернемся во второй век новой эры в кавычках. Римлянки массово сходили с ума по еврейским мудрецам, бросали своих мускулистых мужей сенаторов, консулов, приторов, императоров и шли за евреями, как жены декабристов, в Сибирь, если позволить себе отсылку в будущее. О таких случаях сообщает и Овидий, и Синека, и Иосиф Флавий, и сатирик Ювенал. Возможно, есть прямая связь между интересом римских матрон к евреям и темой запрета на обрезание. Может быть, римляне хотели ослабить евреев с помощью этого запрета, а может быть, боялись, что рожденные такими римлянками дети войдут в завет Авраама и отпадут от римской нации. При греко-сирийском владычестве такая попытка тоже имела место. Антиох запретил справлять новомесячие, субботу и делать обрезание младенцев-мальчиков. Именно поэтому праздник Ханука дает адекватный ответ на все эти три запрета. Ханука длится восемь дней, и за это время как раз бывает обязательно одна суббота. Одна суббота, одно новомесячье, и сама цифра восемь намекает на обрезание, которое производится на восьмой день жизни младенца. Так что получай, Антиох. Все будет сохранено, вся традиция, и будет справляться как положено, роскошно и богато, публично и бесстрашно, ныне и вовеки веков. Амин. Мы обещали вам рассказать о том, как император Адриан однажды, в 138-й год новой эры, сильно разбушевался, изобретил евреям делать обрезание. А тут как раз родился мальчик в семье самого главного еврейского религиозного лидера, Раббана Гамлеэля. Что прикажете делать? Обрезание было проведено в тайне. Но тайна вышла наружу. Донос полетел к императору. Тот вызвал семью Гамлеэля к себе на ковер. По дороге жена Раббана Гамлеэля договорилась с подругой, которая тоже недавно родила, давай, мол, поменяемся младенцами на пару часов. Фигра тут, фигра там. Младенец, которого звали Марк Антоний, был вручен еврейской женщине, которая тут же принялась кормить его грудью, чтобы не плакал. Римского благородного младенца предъявляют императору. Он отпускает еврейскую семью с миром. Между тем, истинный сын Раббана Гамлеэля ждет его у Матроны, подружки его жены. Вернувшись домой со своим ребенком, который стал теперь как бы молочным братом самого Антония, будущего по случайности судьбы римского императора Антония Пия, семья продолжила свой религиозный образ жизни. Оба мальчика выросли и стали друзьями. Как звали еврейского мальчика? Раби Иуда Анаси из дома Гамлеэля. Что великого он сделал в своей жизни? Создал Мишну, собрав под своим руководством десятки мудрецов и попросив их записать все, что помнили от Раби Акивы и других законоучителей. Если раньше сорок поколений от Моисея и далее обучение всегда было устным, ибо в Академии все заучивалось наизусть, то теперь потребовалось зафиксировать всю систему знаний и подходов. Так изродился Талмуд. Позднее будут известны две его версии иерусалимский, то есть созданный в земле Израиля, и вавилонский, то есть созданный за ее пределами. Император очень любил своего еврейского друга и задавал ему множество вопросов. О чем? О субботе, о будущем мире, о Машиахе. Но Рашби, которому посвящена эта книга, был гоним императором Адрианом, одержимым двойственным чувством, то ненавистью, то огромной пытливостью в отношении еврейской традиции. Историк пишет, что Адриан был вовлечен в гомосексуальные отношения и узнал о неприятии подобного религии евреев. С того момента его ненависть стала безграничной. Редактор субтитров